Великий князь Михаил Александрович вместе со своим секретарем Николаем Джонсоном был похищен группой чекистов во главе с Гавриилом Мясниковым. Обоих вывезли за город и расстреляли вблизи заводского поселка Мотовилих. Это убийство стало первым из серий убийств представителей императорского дома Романовых, совершенных большевиками. Один из участников оставил воспоминания о последних минутах кровавой расправы. Все вышли из фаэтонов. Марков тут же выстрелил в голову Джонсона и убил его на повал. Колпачиков тоже сделал выстрел, но неудачно. Журков ранил великого князя, хотел выстрелить еще, но случилась осечка, патроны были самодельными. Михаил побежал на Маркова, прося его дать возможность проститься с Джонсоном, но был убит выстрелом в упор. Светало, поэтому трупы только забросали сверху ветками. На близлежащей сосне кто-то из убийц или местных жителей тогда же или позднее вырезал буквы ПКМР. На следующую ночь тело Романова и Джонсона были захоронены. Вопреки указанию чекиста Мясникова, личные вещи убийцы забрали себе. Дележок происходил прямо в управлении милиции. Иванченко взял себе золотые часы с надписью на одной из крышек Михаила Романов. Золотое именное кольцо, пальто и штиблеты князя забрал начальник милиции Плешков, впоследствии расстрелянный белыми. Вещи Джонсона достались Маркову и Колпаччику. Официально в газетах объявили, что великий князь Михаил Романов похищен неизвестными, хотя руководителям Пермского ЧК были в деталях известны все обстоятельства убийства. Материалы расследования Пермской ЧК были сфальсифицированы. За участие в организации побега Михаила Романова и его секретаря Джонсона были взяты в качестве заложников, а затем по постановлению Пермской губщика расстреляны семь человек. Приговором вынесли те же чекисты, которые убили великого князя и которые знали, что осудили заведомо невинных людей. Владыка мира, Бог Вселенной, благослови молитвы нас и дай покоя душе смиренной в невыносимый страшный час. Субтитры создавал DimaTorzok